Я уже говорил, что там тренировки шли, например, самая короткая, насколько я помню, три с половиной часа. А так вот была, например, тренировка пять с половиной часов, да, как-то раз. Ну, тоже одна. В основном это четыре там часа, там четыре с половиной часа, вот так вот, да. То есть тренировки такие были длительные довольно, ну, хотя нельзя сказать, там, только поначалу ты чувствуешь, что, блин, когда же тренировка кончилась, нафига себе она пришел, да. И каждый раз перед выездом на тренировку ты думаешь, а надо ли тебе это вообще? Ну, нафиг, да. Ну, это первое время. А потом уже, ну, ты втягиваешься, все равно работаешь. Кстати, на всякий случай замечу, что такое вообще тренировка. Вот когда я говорю, например, да, ребята, занимайтесь там минимум час, например, да, в сутки. Это что значит? Это час основной части тренировки без остановок. Вот тогда это час. Если вы там сели, посидели, две минуты поработали, 15 минут посидели, там, что-то почесали, там, затылки, там, не знаю. Нет, это значит, что вы поработали две минуты. Потом еще две минуты. Вот так тогда складываете время вашей тренировки. Так, мое мнение, даже если человек не касается философии, но занимается двумя искусством, это окажет влияние на его характер, личностные качества, на его выбор в повседневной жизни. Совершенно согласен. Это факт. Значит, неоднократно наблюдал собственными глазами. Как приходит человек совершенно другой, да, и в течение короткого времени он меняется, становится другим человеком. Это факт, да. Но если человек не поменялся, характер его не поменялся, там, какие-то устои жизни не поменялись, скорее всего, он бросит боевое искусство, потому что он живет точно так же, как до них жил, да, условно говоря. То есть, помните, я уже говорил, да, ваши тренировки и вообще боевое искусство должны быть осью вашей колесницы. Убираете ось, колесница никуда не едет, разваливается, да. Поэтому, если вся ваша жизнь вращается вокруг ваших тренировок, то и жизнь выстраивается вокруг тренировок. В какой-то момент, да, это сложно, да, то есть, некоторым приходится как-то немножко ломать, да, свою жизнь. При Совдепе это было проще. Вот пионеры вот этих вот боевых искусств, они вполне могли расстаться с какой-то там условно-престижной работой. В частности, я вот знал одного очень интересного гражданина, который бросил инженерную работу. Он был инженером. И ушел на должность сторожа. Не поверите, сторожа просто, да. Там зарплате потерял немножечко. Ну, правда, инженеры тогда тоже мало зарабатывали, почти как сторожа. Ну, вот он чуть-чуть утратил в зарплате, но он получил полную возможность 2400 часа в сутки заниматься. Вот понимаете, да? На самом деле, неплохо. Так. Боевое искусство будет закалять характер. А также человек, думая о тактике боя, о том, какую стратегию убрать, это в каком-то плане будет переносить на свою обычную жизнь. Безусловно. Безусловно. И даже если он глубоко ныряет все-таки в боевое искусство, то, наверное, не в какой-то мере. А целиком будет переносить вот то, чему он обучается в боевых искусствах, будет переносить на свою жизнь. И тактику, и стратегию, и методы поведения своего, и принципы основными, которыми он пользуется в жизни, и так далее. Да, это факт, согласен. И, кстати, именно поэтому то же самое ведь происходит не только в боевых искусствах, да? Но и в единоборствах там, например. Все знают, как ведут себя, например, боксеры. Я сейчас беру не профессиональных боксеров, которые понимают, что и сколько весят, а таких псевдобоксеров, да? Все знают, как себя ведут качки. Все знают, как себя ведут борцы. Ребят, вот типы поведения четко можно определить по тому направлению единоборств, которым занимается человек. Да, действительно, поэтому человек, который практикует боевые искусства, какое-то конкретное, например, боевое искусство, да? Да, его воззрение, связанное там с боевыми искусствами, также точно проецируется на всю его жизнь. Это факт. Так. Оружие много дает, ловкость ориентироваться в пространстве, перенос внимания через оружие и много чего еще. Это не значит, что ты с ним должен ходить по улице. Согласен. Оружие в Германии нечего запрещено. Законом признанно холодным оружием. Даже секции нет для занятий. Только один человек, бывший инструктор, полиция, имеет лицензию на преподавание. Живет в комборке. Так, о влиянии ТКБИ на человека видел бойцов, от которых уходили жены из-за их увлечения в бои. Не могли смириться с постоянными тренировками, спаррингами и невысокими финансовыми доходами бойцов. Да, это факт. Именно поэтому я уже говорил не раз. Ребят, если вы занимаетесь боевыми искусствами, не рассчитывайте на то, что вы боевыми искусствами же будете зарабатывать. Нет. Скорее всего вам придется организовать свою жизнь так, чтобы в угоду боевым искусствам был какой-то ваш, как это называется, были ваши интересы уже экономически-финансовые, да, и вы зарабатывали не боевыми искусствами, а чем угодно. Помните, я приводил пример, не знаю, лавки какой-нибудь конфетной, например, я тогда почему-то мне пришло в голову и так далее. И так, в принципе, и мастера жили, если мы говорим о китайских боевых искусствах, это практически всегда лавочка какая-то небольшая, не то чтобы бизнес, самозанятость какая-то, да, и практика боевых искусств. Так что, да, жены такого часто не выдерживают. Это факт. Я, кстати, знаю, вот все бойцы, кого я знаю, это люди, которые женились, разводились, женились, разводились. Не потому, что они ушлые такие ребята и гуляют от женщины к женщине, а потом женщины не выдерживают. Ну да, такое есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!